Всего за 4,5 ляма мы сделали такую шикарную квартиру. Лэш. Реализуемые дизайн-проекты. Сейчас на часах 23.45. Буквально несколько минут назад отсюда ушла клининговая компания. Мы закончили последнее приготовление перед сдачей объекта. Уже завтра приезжает заказчица. И у меня осталась, можно так сказать, последняя возможность, чтобы отснять данный объект в тихой, спокойной обстановке. Значит, ребята, если у вас стоит задача сделать интересный дизайнерский ремонт в квартире, у которой достаточно ограниченный бюджет и маленькая какая-то площадь, надо руководствоваться всегда одним золотым правилом. Не нужно стараться влить все деньги в какие-то дорогие предметы интерьера. Они должны быть как маленькие конфетки. Вот за них надо действительно платить. Сделать так, чтобы было комфортно и удобно. Итак, первое, что мы видим, когда заходим в квартиру. Очень удобная и актуальная вещь. Небольшая консоль, которая навешана на стену, она не имеет никаких ножек, ничего. То есть она просто висит, прикручена к стене. Небольшой пуф, который точно так же открывается. Здесь может что-то храниться. Он в большей степени нужен просто для вашего комфорта, чтобы вы могли присесть, чтобы было удобнее обуваться. Просто шкаф. Но очень бытует распространенное заблуждение, миф о том, что надо делать шкафы купе. Я против шкафов таких. Почему? Сейчас объясню. Рельса 10 сантиметров, по которой будут ездить наши двери, она забирает 10 сантиметров полезного пространства. И для того, чтобы пользоваться таким шкафом, вам надо будет сделать его на 10 сантиметров глубже. И тогда мы теряем место здесь. А оно для нас здесь более актуально. Так вот, я говорю всегда всем своим клиентам ставить обычные распашные двери. Единственное, на какое можно пойти ухищрение, как в данном конкретном случае, мы сделали такую дверь-гармошку. Но это сделано в большей степени для того, чтобы было удобнее пользоваться именно всей площадью данного шкафа. Потому что если бы здесь была еще такая дверка, здесь должна у нас стоять доска из ДСП, вот, да, и уже объемы шкафа будет меньше. И не так удобно, как если использовать такую вещь. Но основное правило, когда вы предполагаете использовать какие-то нестандартные системы открывания, нужно учесть, что фурнитура должна быть дорогой, должна быть качественной. Хочу еще показать одну интересную идею. Если вы работаете с дизайн-студией, то будьте готовы к тому, что вам будут предлагать какие-то интересные решения. И вот наше решение. Механизм еще не разработался, очень туго открывается. Мы углубили сам счетчик вместе с автоматами. Данная система, она не продается в магазинах. Это мебельные направляющие, которые для ящиков. И на них уже посажено зеркало. Это зеркало дополнено еще тремя зеркалами для того, чтобы не функционально, а эстетически вся композиция была поддержана. Но основная задача этих зеркал, она состоит в том, чтобы сломать просто нам мозг, сломать наше восприятие данного пространства, данного помещения. И сделать этот достаточно маленький коридор визуально больше. Плюс к нему в поддержку выбраны именно глянцевые панели для шкафа, которые также отражают свет, умножают его и расширяют нам пространство. За спиной у меня находится ванная комната. Вы ее видели в таком незаконченном состоянии. И сейчас вы увидите, как она выглядит готовая. Просто заходите и смотрите. Раковина в стиле спа. Такая чаша накладная. С одной стороны, может быть, это кому-то покажется не очень функционально, в плане того, что брызги, там еще что-то. Но, блин, это чертовски красиво. Плитка, которую мы выбираем, это всегда плитка, которая имитирует натуральный камень. На мой взгляд, такая плитка, она наиболее актуальна и наиболее красива. Подвесной унитаз на системе инсталляции. Во-первых, он экономит место. А во-вторых, он позволяет облегчить процесс уборки. То есть, у вас нет изножья, которое необходимо как-то обходить, протирать. То есть, это все не очень удобно. Светильники. Такие у нас специальные светильники. Они, ну, в большей степени для того, чтобы создавать атмосферу. Здесь такие стеклянные шторки у нас. Опять же-таки, кто-то может ругаться по поводу стеклянных шторок. Мол, якобы это как-то непрактично, нефункционально. И постоянно за ними надо следить, там, убирать. Но я вам скажу так, что, во-первых, сам по себе дизайн интерьера, он подразумевает то, что, ну, некая дисциплина должна быть, что ли, у его владельцев. Ну, просто если вы хотите, чтобы у вас было красиво, то будьте готовы к тому, что за этими вещами надо следить. Точно так же, что касается и черного цвета стен. В прошлом видео я говорил о том, что это чертовски красиво, это очень классно смотрится, но с практической точки зрения кому-то это может показаться, ну, таким спорным достаточно решением. Потому что на черном очень хорошо видно пыль, там, и различные какие-то пятна, там, от пальцев, еще что-то. Отсюда у нас уже начинается кухня. Но, чтобы как-то гармонично все это дело связать, вот в единое пространство, объединить, да, эту мебель, здесь у нас система для хранения, то есть место для хранения, оно никогда не бывает лишним. Особенно в такой маленькой квартире это очень и очень актуально. Дальше мы с вами плавно переходим на кухню. Кухня также у нас выполнена. Черные фасады сверху, белые фасады снизу. Здесь у нас холодильник. Над холодильником антресоль, то есть тоже можно что-то будет хранить. Встроенная бытовая техника, духовка и микроволновка. Над ними также находится система для хранения. Та самая лофт-перегородка также очень много нам писали в комментариях изначально, когда еще не было понятно, что же все-таки будет. Но сейчас вы можете вот оценить, насколько все это симпатично и классно выглядит. То есть мы отделили одну часть комнаты от другой, но вместе с тем мы сохранили легкость, да, а визуальное разделение все-таки присутствует. Давайте зайдем туда и тоже посмотрим. Сейчас я попробую включить подсветку, чтобы вы могли посмотреть, какое настроение можно создавать. Также здесь мы используем демерируемые выключатели. Ну, наверное, камера вам сейчас не передаст всего великолепия. Но это очень удобно в том плане, что, во-первых, вы можете создавать различную атмосферу, во-вторых, ну, можете регулировать яркость света. Здесь будут наши заказчики будут чилить. Мне такое новое модное слово подсказали. Небольшой компактный диван, но достаточно удобный и вместе с тем очень такой интересной расцветки, которая в общей цветовой гамме всей квартиры выглядит очень и очень классно. Мы не будем хранить на балконе велосипеды, лыжи, какие-то банки, коробки и всякую фигню. Но эти коробки, они на самом деле здесь стоят, потому что вот клининг только ушел, мы вот бытовую технику только повесили. Ну, и потом там хранится документация и какие-то еще запчасти различные. Здесь у нас просто такая небольшая зона лаунжа. Поэтому мы здесь просто решили красиво обыграть. У нас здесь птички, их рисовала художница Юля. Столик, два кресла. Мебель достаточно бюджетная. Это все у нас Икея. Вообще на балконе уютненько, уютненько. А вид какой за окном. Вау, классно. Посидеть вечерком, попить чайку, кофейку, ну, по-моему, вообще прикольно. Так, и вот мы вот так вокруг прошли по балкону и попадаем во вторую комнату. Это комната спальня-кабинет. То есть она такая совмещенная, выполняет такую функцию. Здесь нет стандартной кровати, спать придется на диване. Но так как квартира не используется для постоянного проживания, а это, скажем так, перевалочный пункт, это намного круче, чем искать себе какую-то гостиницу или жить в чужой квартире. Здесь на противоположной стене у нас также используются места для хранения. То есть это антресольная такая система. Ну, хранить можно все, что угодно на самом деле. Также хранение у нас предусматривается здесь. Почему решили не ставить шкаф? Потому что если бы мы поставили шкаф большой, он бы занял у нас всю стену, комната и так достаточно компактная. Выглядело бы это немножечко так сдавливающе, наверное. Здесь оборудовано рабочее место. То есть здесь будет стоять компьютер, выводы для проводов. Все открывается. Итак, мы с вами прошли по кругу, мы оказались снова в коридоре. И здесь у нас находится кладовая, гардеробная. То есть ее можно использовать как угодно. Почему? Да потому что она нахрененно здоровая. Она просто... Она просто большая. Не в каждой большой квартире есть такая кладовая. Где выключатель? Значит, мебель, которую мы здесь использовали, это Икея. С противоположной стороны зеркальная система. Абсолютно все то же самое. Ну и здесь точно так же у нас предусмотрены места для хранения. То есть уже заблаговременно нами закуплены различные всякие штуковины из Икеи. Там типа одеял, кружки, чашки, чайники. Завтра заказчица сюда приедет, она у нас примет квартиру и сможет здесь уже начать жить. Субтитры сделал DimaTorzok